книга открытым оком том 12 вопрос 2648 тема старообрядцы что вы могли бы пожелать русским патриотам читателям газеты завтра отвечает игнатий тихонович лапкин цитата я говорю цитата да говорит олимпий его слова патриотическое чувство очень важно иметь каждому человеку любить свою родину независимо от ее недостатков болезней дефектов следует также как свою мать который прощается все но любовь должна подтверждаться делами желание сделать лучше конкретными инициативами а потребность что-то исправить принципиальной активной позиции а самое главное необходимо определиться с приоритетами предпочесть духовное вечное временному суетному материальному ну и конечно желаю всем читателям газеты глубоко непредвзятого изучения глубокого непредвзятого изучения истории которая поможет понять жизнь глубже и использовать опыт наших отцов в строении собственного бытия и благополучия общей родины святой православной руси завтра должно стать лучше чем вчера восклицательный знак далее комментарии игнатия лапкина ответ советского номенклатурщика почему не сказать бы не сказать было бы им о христе о скором его пришествии чтобы сотрудники редакции примирились с еговой через жертву христову евангелие от марка 1 15 исполнилось время и приблизилось царствие божие покайтесь и веруйте в евангелие 2 коринфянам 5 20 и так мы посланники от имени христова и как бы сам бог увещевая через нас от имени христова просим примиритесь с богом почтальон безмолвный говорун хромоногим лучшая подпорка жду его сегодня поутру сморщились распахнутые шторки как же ждал посыльных первый век от апостолов их писем и посланий хлеб голодным помощь для коллег замерзающим евангельское пламя так и вижу в сумке почтальона тайные рыбацкие расхазы входит в комнату размашисто поклоны свитки рассургучивают сразу затаив дыхание на повторах просят заново письмо перечитать в миг на ксероксы от корки и до корки переписано послание в тетрадь словно искры множатся послания тайно переплавлены знакомым переправлены знакомым вертолетом пешими ослами слову божию нет уз все это помнят кто бы ты ни был ты ученик христа ты и письмоносцем будь усердным донеси в темничные места весть благую до живых и мертвых как прекрасны ноги что несут слово иеговы толкование приближение возмездие и суд возвещается апостолам и нами ноги благовестников прекрасны тундру прошагали и пустыню проповедь идет не как по маслу главное чтоб сердцем не остыли сумки благо наше компакт диски библия начитана с усердием слушают ответ с поклоном низким почтальон спасет нас от смерти 28 января 2005 год Игнатий Лапкин